Девушки отдыхают Доктор, а сколько будет примерно стоить? Трудно сказать. Немаленькая сумма. Я понял, доктор. Спасибо за старание. Девушки отдыхают Хочешь, верь, хочешь, нет. Не спеши. Я в порядке, оставь. Осторожно. Давай, садись. Аккуратно. Я принесу воды. Не уходи. Юль. Не уходи. Прошу тебя. Я все потерял. Я потерял все это. Я не могу без тебя. Понимаешь? Моей компании нет. Моя карьера окончена. Я даже потерял свои мечты. Я не могу без тебя. Если ты уйдешь, кто будет все это слушать? С кем еще я смогу поговорить об этом? Не оставляй меня. Не оставляй. Я не оставлю тебя. Я никогда тебя не оставлю. Спасибо. Знаешь, с того момента, как я впервые увиделся у Юри, я влюбился в нее. Да она слишком крутая. Правда, такая крутышка. Но я хочу заботиться о ней. Хочу присматривать, защищать ее и быть добрым с ней. Но она просто не дает мне шанса. Как в мужчине. Ладно, ладно. Что ты делаешь? Неудачник. Такой неудачник. Неудачник. Сяу Юй. Что такого хорошего в Жоу Юй? Ты ей нравишься, но она не признает этого. Всегда беспокоится о тебе, сочувствует, но ведет себя круто, будто ей все равно. Такая неловкая девушка. Что ты в ней нашел? Сяу Юй. Не оставляй меня. Сяу Юй. Знаешь, иногда я так завидую Тайджинь. Она любит тебя. И она цепляется за тебя изо всех сил. Я хочу быть похожей на нее. Но не могу этого сделать. Я с детства осталась без мамы. А папа бросил меня в доме родственников и никогда не приходил, чтобы навестить. Я всегда была разумной и хорошо себя вела. из страха, если вдруг сделаю что-то не так, они не захотят меня видеть, и тогда я снова останусь без дома. Я тоже хотела быть похожей на других маленьких девочек, носить красивые платья и вести себя избалованно. Но как бы я ни старалась, я всегда была просто ребенком в чужом доме. Знаешь, как сильно я мечтаю о своем доме? Как хочу, чтобы у меня было плечо, на которое смогу опереться, если устала. Чтобы мне сказали «не бойся», когда я боюсь этого мира. Чтобы мне сказали «все пережитые страдания позади, и теперь со мной рядом будет любимой». Ты дурачок! Ты же мне нравишься. Ты всегда мне сильно нравился. Встреча с тобой – самое счастливое событие в моей жизни. Но из-за того, что ты мне сильно нравишься, я не могу приблизиться к тебе и не могу оставить тебя. Я боюсь однажды потерять тебя. Это будет хуже, чем если бы ты никогда не появился в моей жизни. Мне так жаль, Юи Пен Юэ. Я не хочу быть такой. Правда, не хочу. Я хочу быть с тобой просто так, но я не могу этого сделать. Я не знаю, что делать. Я просто не могу это сделать. Подождешь меня еще немного. Подожди меня. Осторожно. глоточек. Доктор сказал, состояние несерьезное. Но лучше пройти на обследование в крупной городской больнице. Мы поедем, когда тебе станет лучше. Видишь? Разве правильно было отпускать тебя тогда? Я в порядке. Когда дядя Джан рядом, все хорошо. Что значит хорошо? Ты была без сознания. По-твоему, это пустяк? Береги себя. Ты так занят. Поспеши обратно. Не волнуйся. Я попросил отпуск в компании. Все нормально. Ты все еще работаешь в той компании? Да. Смени компанию. Мне не нравятся эти люди. Хорошо. Дядя Джан, я уже заплатил за лечение и госпитализацию. Я уезжал в спешке. И не успел снять много денег. Возьмите деньги, сберегите их для мамы. Если будет мало, сниму еще. Не спеши. Если не хватит, я и остальные покроем лечение. Спасибо вам всем. Мне скоро придется вернуться. Но сначала нужно найти больницу после операционного лечения. А еще попросить отпуск в компанию. Я побеспокою вас. Позаботьтесь о маме. Еще несколько дней. Не волнуйся. Мы позаботимся о твоей маме. Спасибо, дядя Джан. Я вернусь. Звоните, если что. Хорошо. Что? Уходишь в отставку? Ян Синевой, послушай. Вы с Литин Фэймс говорились разыграть нас? Компания только что завершила пресс-конференцию. Все сильно заняты. Один говорит, что уходит. Другой просто уехал. Вы что, двое задумали? Что у вас на уме? Босс попросил отпуск? Какой босс? Чей? Он твой босс, а не мой босс. Его мама сделала операцию. Он взял отпуск и уехал. А что, ты не знал? Я звонил в офис, никто не ответил. Мобильный, выключен. Болезнь его, мама серьезная? Сделали операцию. Как может быть не серьезно? Не меняй тему. Я спрашиваю, почему ты уходишь в отставку? Ты слепой? Посмотри на китайские слова. Молодой господин не хочет работать. Какой еще, молодой господин? Прекрати. Я спрашиваю, это еще одна из идей Юй Пэн-Виа? Я знал, что вы были в сговоре. Вы вместе все спланировали. Хватит. Я не хочу здесь работать. Это не имеет к нему отношения. Сколько тебе заплатил Юй Пэн-Виа? Пятьсот тысяч? Миллион? Нет, послушай, я Джи Цю. Не суди о других по своим стандартам, хорошо? Он здесь ни при чем. Кого ты обманываешь? Вы открыто конкурируете, но тайно сотрудничаете. Хотели заработать на приобретение. Ждали, когда все закончится, и тогда возле Тенфеев нашли предлог, чтобы уйти. Это просто ужасно. Считаешь меня дураком? Наконец ты дело говоришь. Ты правда не шибко умный. Серьезно, забудь. Я не разговариваю с тобой. С таким дураком, как ты, нет шанса пообщаться. В любом случае, я подал заявление. Не хочу больше здесь работать. Думай, как хочешь. Это... Я выполнил свою работу. Наконец, не придется больше видеть твое ослиное лицо каждый день. Пока-пока. Сам ты осел. Что такое, сестра Тайджинь? Я снова издевался на тобой. Побей его. Нет, не надо. Не плачь, ладно? Брат Ян, скажи, неужели у нас с братом Пен Юэй нет шансов? Ты... Тебе правда сказать или солгать? Конечно же, правду. Но, с теоретической точки зрения, это не невозможно. Но... Нет. Не, не плачь. Я не сучушь, не берь. На самом деле, я знаю, брат Пен Юэй всегда видел во мне только сестру. Но я не могу отпустить его из сердца. Отпусти. За что там держаться-то? Если пришло время отпустить, то отпусти. Нет, послушай. Когда школьная красавица вышла замуж, я лил слезы в три ручья. Но позже я задумался. Она даже не знала меня. Какая польза от моего плача? И вскоре забыл обо всем. Отпустил. Что это за пример? Не обращай внимания на мой пример. Он просто должен удержать тебя. Я знаю, когда кто-то нравится, становится привычкой и запечатляется в твоем сердце. Что касается меня, то в моей жизни мне нравились многие девушки. Конечно, было много и тех, кому я нравился. Но забыть я не мог. Девушка с первого курса института. Не буду лгать. Все девчонки меня ненавидели. И только она подарила мне улыбку. От ее улыбки мое сердце бац и открылось. Она растопила лед в моем сердце и оставила след. Я никогда ее не забуду. Она знала, что нравилась тебе? Конечно, нет. Знала она или нет для меня не имело значения. Мне нравилась только она и ее улыбка в тот момент. Я слышал о твоем детстве с Юием. Но скажи мне, тебе нравится Юй Пен Юя? Или брат Пен Юя? Я... Сбит с толку. Никогда не думала об этом. Я проанализирую. Но мысли таковы. Я считаю, ты влюблена в брата Пен Юя. А вот Сяо Юй влюблена в Юй Пен Юя. Брат Пен Юя просто фантазии твоего идеала. Проекция идеальная, но неприкасаемая. А Юй Пен Юя тот, кто существует на самом деле. Послушай, сохрани свою привязанность к брату Пен Юя. Спустя годы посмотришь назад. это станет прекрасным воспоминанием. Идеально. Брат Ян. Прости меня. Я всегда считала тебя ленивым и жадным. Слишком бойким и ловким. А ты оказался таким глубоким. Я довольно глубокий, да? Но... Хотя я всё поняла, но внутри всё равно паршиво. Всё нормально. Юй Пен Юя Пала, Ян Синь Вэй встал. Что бы ни случилось, скажи брату Яну. Помни мои слова. Любая проблема решается с помощью еды. Один приём пищи не поможет, тогда два. Хочу мороженое. Куплю. Хочу хога. Пошли. Ты паньяки. Замётано. Брат Ян. Ты лучший. Нет. Сестра. Сестра, сестра, сестра. У тебя хватчик сильный. Полегче. Что хочешь съесть, брат купит тебе. Брат Пен Юе. Брат Пен Юе, просыпайся. Что такое? Беспокоишь меня, пока я сплю? Разве не видишь, который час? Уже одиннадцать. Только одиннадцать. Мне не нужно работать сегодня. Не беспокой меня, дай похрапеть. Поспишь ещё и превратишься в свинью. Прошло два дня, а ты так деградируешь. Что ты будешь делать потом? Посмотри на брата Джоу Яня. Он пошёл в библиотеку рано утром. И сестра Джоу Юй тоже ушла. Только ты бездельничаешь дома. Джоу Юй ушла? На улицу дождь. Куда она делась? Я тебе не скажу. Здравствуйте, Юрист Ван. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрист Ван. Здравствуйте, Юрист Ван. здравствуйте я ищу секретаря лю я юрист ван здравствуйте я свяжусь с ней алло секретарь лю юрист ван пришла хорошо и я провожу ее юрист ван пройдемте извините я хотела спросить откуда вы меня знаете здесь все вас знают но я здесь впервые откуда вы знаете кто я идемте и узнаете сюда пожалуйста здравствуйте юрист ван здравствуйте юрист ван основатель юридического фонда ай юй госпожа ван жоу юй да юй я занята говори быстрее вот как разве ты не хотела оказывать юридическую помощь я планировал только не говори мне что хотел предоставить мне фонд юридической помощи потрясающе ты угадала я правда собирался сделать сюрприз какой еще сюрприз это так шокирует юй пен юэ может хватит уже без моего ведома действовать за моей спиной я не действую втихаря разве я не рассказал тебе о своих планах не действовал втихаря я сейчас нахожусь в фонде ты даже повесил мое фото на стену ай юй ай юй и как я не поняла что это ты создаешь проблемы погоди какой человек какое фото не целые где-то мой фонд еще даже не создан но если это не ты тогда кто это я все уй и все уй и опять ты ты не остановишься такое поведение лишь усилит мою ненависть сяу юй послушай папа объяснит юй пен юэ подал тебе идею нет это не он все обманываешь меня тебя когда-нибудь заботили мои чувства ты задумывался о моих мыслях хоть на минуту не скажи он тебе откуда ты узнал бы о моих желаниях я не хочу тебя видеть сяу юй выслушай папина объяснение это не то что ты думаешь не злись послушай папа объяснит сяу юй подожди сяу юй сяу юй выслушай мое объяснение сяу юй 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 Что? Мама Литтенфея заболела? Когда это произошло? Позапрошлой ночью. Почему ты не сказал раньше? Ты знаешь, какая болезнь у его мамы? Говорят, болезнь сердца. Но я думаю, это просто оправдание. Может, в ближайшие пару дней он подаст в отставку. И не он один. Ян Синьвей уже подал в отставку. Увидите, разве это не очевидно? Они в сговоре с Ейпанрией. Господин Чень, президент Ли здесь. Смотрите, помяню дьявола, и он появится. Пусти его. Хорошо. Президент Ли, прошу. Просто скажи, как есть. Господин Чень, хочешь уйти? Уйти? Кто это сказал? Ян Синьвей подал в отставку, а ты нет. Ян Синьвей подал в отставку? Почему я не знал? Посмотри на себя. У вас даже выражения лиц одинаковые. Не можешь быть оригинальнее. Ладно, Джитсю. Ян Синьвей, за чем ты хотел меня видеть? Господин Чень, такое дело. У моей мамы случился приступ позапрошлой ночью. Ей сделали операцию. Но ситуация такова, ее нужно перевезти в другую больницу. У нас нет родственников, я должен позаботиться о ней сам. Вот и хотел попросить отпуск на длительный срок. Я уже просил президента Е сказать вам, но решил лучше прийти лично. Господин Чень, сейчас все заняты. Если президент Ли возьмет отпуск, кто выполнит его работу? Его работу возьми на себя. Я? Тэн Фэй, я понимаю, ты хочешь позаботиться о больной матери. Это нормально. Но что касается работы, ты всегда лидировал. Твой внезапный уход обязательно повлияет на прогресс. Что скажешь? Выдели время. Передай дело Джитсю. Пусть он прикроет тебя. И еще, на время твоего отпуска, я надеюсь, ты сможешь работать полдня, помогая Джитсю. Что касается твоей мамы, найми сиделку. Компания возьмет на себя расходы. Что скажешь? Вы так внимательны, что мне еще сказать? Спасибо, что все продумали. Джитсю. Что думаешь? Считаю, это не совсем правильно. Я вице-президент, занимаюсь его работой. И президент будет помогать мне? Разве это не слишком... Слишком... Боюсь, будет как-то не очень. Кроме того, если возникнет проблема, а президент Ли не будет рядом, нужно ли мне принять решение или проконсультироваться с ним. Я же не могу беспокоить всегда вас. Итак, что ты предлагаешь сделать? Я предлагаю... Я думаю, мы могли бы временно поменять наши должности с президентом Ли. Как-то так. Иначе как-то неправильно все сваливать на меня. Тэн Фэй. Слова Джитсю... Вполне разумны. У компании критический этап в глобальном развитии. Нам нужен тот, кто будет принимать решения на месте. И сразу же решит проблемы. Если хочешь позаботиться о маме, твоя работа будет неубедительна. А что если... Мы на время поменяем твою должность в Джитсю? Что думаешь? Я... Следую решению компании. Хорошо. Господин Чэнь. Зачем вы позволили этому Яджитсю стать президентом? Он такой импульсивный. Сможет ли взять на себя ответственность? Использование людей как шахматы у каждого... своя цель. Яджитсю — та фигура, которой нужно сыграть сейчас. Этот ход — моя стратегия. Она изменит правила игры. Но президент Ли внесет значительный вклад. Вы просто так откажетесь от него? Для защиты королевы можно принести рыцаря в жертву. Я готовился к этой игре три года. Я обязан победить. Даже если мой сын встанет на моем пути, я не буду снисходительным. Сяо-йой, наконец-то ты пришла. Я звонил, ты не брала. В чем дело? Сяо-йой, что случилось? Прими душ, а то простудишься. Приготовлю суп. Дай мне. Йой-пэм-йоэ. Не вмешивайся в мои личные дела. Хорошо? Сяо-йой. Я дома. Я угощу тебя пиццей? Нет, я поправлюсь. Тогда угощу тортом. Еще сильнее поправлюсь. Чего ты боишься? Ерунда. Если я растолстею, ты женишься на мне? Да, я женюсь на тебе. Мечтай. Сестра Жо-йой, я пришла. Сестра Жо-йой. Сестра Жо-йой. В чем дело? Сестра Жо-йой. Почему такая горячая? Что мне делать? Брат Пэнь-юэ? Брат Пэнь-юэ? Брат Пэнь-юэ? Что там, Тайджин? Что случилось? У сестры Жо-йой кажется жар. Я звала ее, она не ответила. Кажется, она без сознания. Сестра Жо-йой. 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 У нее жар. Нужно в больницу. Вызову скорую. Не надо, нет времени. Больница в километре отсюда, я возьму ее. Я пойду с тобой. Нет, жди дома. Жо-йой. Давай. Сестра Жо-йой. Сестра Жо-йой. Дядя. Как она? Жар спал. И она спит. Это моя вина. Это моя вина. Я виноват. Дядя. Что случилось? Я. Я создал для нее фонд юридической помощи. Вы напрямую отдали ей фонд? Все эти годы. Я надеялся, что она простит меня. До встречи с тобой. Я хотел компенсировать все ошибки деньгами. Но ты сказал мне, это неправильно. Деньги у нее есть. Но ей не хватает любви отца к дочери. Когда я узнал ее мысли, то был так счастлив. У меня наконец появился шанс сделать что-то для дочки. Поэтому я создал фонд ее имени. Надеясь помочь ей осуществить мечту. Тогда же у ее и должна быть счастлива. Она совсем меня не понимает. Даже не дала закончить. К тому же. Я не осмелился сказать, что ты рассказал мне о ее мечте. Это не только усугубило наше недопонимание, но и втянуло тебя в это. Теперь ясно, почему она так груба со мной. Если честно, впервые при создании фонда у меня была идея сделать дочери большой подарок. Но так было до того, как юристы по оказанию помощи взяли меня на дела о поддержке пожилых людей. Я понял, что снова ошибся. Слушая крики пожилых людей, я все спрашивал себя. Почему происходит деловой обмен интересами среди членов семьи? Почему дети пожилых людей пренебрегают родством? Потому что у них нет денег. Но как я сам поступил? Я отказался от семьи ради денег. Теперь я хочу обменять деньги на семью. Так что, по сути, я ничем не отличаюсь от этих людей. Поэтому я решил изменить название фонда с «Люблю Юй» на «Дарю любовь». Любовь – это не обмен. Любовь – дар. Дядя. Я верю однажды. Она поймет ваше намерение. Надеюсь на это. Ладно. Если ты с ней, я спокоен. Я пойду. Дядя. Останьтесь с ней. Нет. Она больна. Думаю, точно не захочет меня увидеть. Парень. Позаботься о ней. Спасибо. Ты проснулась? Как самочувствие? Тебе лучше? Я пощупал. Жир спал. Смотри, я выбежал и не взял тебе куртку. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Что ты хочешь? Дзэшань, это все моя вина. Я не учел твоих чувств. Был слишком нерешителен, Дзэшань. Это моя вина. Я был трусом. Я не поделился с тобой мыслями. Я слишком глупый, Дзэшань. Прости меня. Как я прощу тебя, если ты не отпускаешь. Ты мне нравишься. Баз, как поживает мама? Баз, как она? Я не знаю. Ситуация относительно стабильная. Я привязал ее к местной больнице. Ее скоро переведут туда. Ладно, стабильность, это хорошо. Если нужна помощь, дай знать. Спасибо. За что? Хватит обо мне, давай я тебе. Почему уволился? Что ж, я не был доволен работой. Не похоже на всю правду. Ладно, забудь. Если не хочешь говорить, не стану заставлять. Сейчас я не давлю на тебя. Я джитсю, остальные давят. Зачем ты уступил им? Посмотри на я джитсю. Как всегда, самодовольный. А еще я слышал, господин Чэнь больше не доверяет тебе. Решил, что вы с Юем выманиваете деньги из компании. Кто тебе сказал? Не думай о том, кто мне сказал. Я недавно услышал. Я думаю, они просто ищут повод, чтобы выгнать тебя. Но сейчас, до того, как они выгнали тебя, ты выгнал себя сам. Я предлагаю уволиться. Серьезно. 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 Серьезно.